Добрый день! Мы продолжаем наш курс по эстетике, и сегодня поговорим о восприятии зрительных образов. Но прежде чем перейти к этой теме, напомню, что на прошлых занятиях мы с вами пришли к принципиальному выводу о том, что искусство не является некой развлекательной надстройкой над экономическим базисом, а искусство на самом деле первично. Оно несет в себе память о мире, когда не было не только богов, но не было еще даже духов. И если анимизм сменился религией, а та в свою очередь сменилась научным мировоззрением, то магическая основа искусства пережила все их, и переживет очередной и последнюю инстанцию, и победоносно продолжает выполнять всю ту же самую архаичную функцию, которая была заложена еще в глубокой древности, то есть вновь и вновь лепит нас из глины, созидая и нашу индивидуальную субъектность, и субъектность на уровне социальных отношений. И в древнем мире, очевидно, это понимали лучше, чем мы это понимаем сейчас, потому что еще в античной Греции, в таком тексте, как поэтика Аристотеля, мы можем встретить следующую, как бы брошенную скользь фразу о том, что поэт выше историка, что в поэтическом творчестве философского начала больше, чем в том, что, казалось бы, принадлежит научному исследованию реальности, исторических фактов изучения, потому что Аристотель это обосновывает следующим образом. Историк, он всего лишь фиксирует то, как происходили события, в то время как поэт созидает новое пространство, воссоздавая то, как это могло бы происходить с необходимостью. То есть в одном случае нам достаточно просто скрупулезно собрать факты, а в другом случае нам нужно понимать механику, сам процесс того, как и почему это происходило, потому что мы не описываем реальные события, а мы их виртуально моделируем. Это значит, мы должны идеально понимать мотивы каждого из действующих лиц, причины, которые побудили вступить в определенную форму отношений. В прошлый раз на примере музыки Гайна я вам показывал уникальные формы, конечно, воздействия на нас, когда звук, например, созидает образ, визуальную картинку. И вот что интересно, и современные люди, и люди прошлого всегда уверены в том, что это именно им удалось разглядеть тот или иной образ в звуках. И никто не хочет поставить вопрос по-другому, о том, что это именно композитору, автору удалось навязать посредством звуков вам тот или иной образ. Из этого можно сделать принципиальный вывод о том, что в управлении, а искусство есть одна из форм управления, так вот, в этом самом управлении важно, чтобы человек был уверен, что именно он руководит той ситуацией, в которую он вовлечен. Или, по крайней мере, что в той ситуации, в которую он включен, он руководит своими действиями. Хотя бы так. И искусство в этом смысле является идеальным инструментом управления, так как оно как будто бы все обращено к нам, оно как будто бы все для нас, оно служит нашему отдыху, развлечению и так далее. Но под этим покровом лежит, даже в случае с совершенно коммерциализированным искусством, а возможно в случае с коммерциализированным искусством даже в большей степени, сильнейшая форма управления, а иногда даже унипулирования нами. Опосредованная форма. Та, которую мы либо вовсе не замечаем, либо, если и замечаем, то не придаем ей существенного значения. Дело в том, что весь пафос в такого рода опосредованном нашем регулировании, управлении состоит в том, что искусство действует непрямо. Искусство действует такой формой, которую можно было бы сравнить с ходом шахматного коня. Это удивительная фигура в шахматной игре, потому что формально, конечно, он ходит буквой Г. И когда люди начинают только учиться шахматам, они так, очевидно, его и перетаскивают по клеточкам, но это только кажется, что это так, потому что там могут стоять фигуры, и вы через них его не передвинете. На самом деле, конь каким-то парадоксальным образом единственный из фигур, которая ходит как бы между клеток. То есть любой шахматист переставляет его сразу на то место, где ему положено быть за его один ход. Вот этот смещенный ход. То есть все фигуры ходят строго по размеченному пространству клеток, а он как бы отклоняясь и от изначального посыла вперед, сворачивает немного вбок. Так вот, именно таково и действие и любого произведения искусства, и в каких-то случаях даже управления выходящего далеко за пределы искусства. Любое опосредованное управление может быть не всегда приводит к мгновенным результатам, которые может привести прямое управление, но с другой стороны оно всегда создает более устойчивую, стабильную систему, на которую оно влияет. И в качестве примера хотел бы сначала показать пример вообще не из области искусства, а из области психиатрии. Был такой замечательный философ, сподвижник Жиле Дереза, которого звали Феликс Гватари. Так вот, в середине 20-го столетия, в 1953 году, Феликс Гватари совместно с Жаном Уриль открыли клинику во Франции, которая называлась «Ля Борт», как эталон новой институциональной психиатрии, в противоположность классической психиатрии. Там культировались смещённые в сторону требования. И результат был действительно впечатляющий. То есть, например, нужно, чтобы сумасшедшие мыли за собой посуду. То есть, ну, по очереди, по дежурству. То есть, там было практически полное самообслуживание их. Они сами за собой присматривали. Но мыть посуду никому не нравилось. Заставить их было очень сложно это сделать. Тогда Феликс Гватари предложил именовать себе процедуру заполнением карточек. То есть, они не мыли посуду, а заполняли карточек. Даже абсолютно сумасшедшему было понятно, что здесь какой-то подвох. Что мыть посуду и заполнять карточки – нечто совершенно разное. Но, как бы это ни показалось парадоксальным, это работа. Посуду мыть стали. Вот в чём дело. Смещённое требование. Мы не знаем, на какую точку агрессивно реагировать. Потому что мы не можем в эту игру включиться с полной серьёзностью. Мы не можем возмущаться тем, что нас заставляют заполнять карточки, потому что мы понимаем, что это не карточки. Всё. Расщепление того требования, которое необходимо совершить, оказывается, снижает агрессивную ответную реакцию. От того, на кого он был направлен. Ну, приведу вам пример другой. Смещение требования элементарно просто ввиду замены самого его вербального выражения. Самого его вербального выражения. Допустим, если вам говорят, что от вас что-то требуется. Это одно. Самая жёсткая форма, когда вам говорят, что от вас кто-то что-то требует. Когда есть персона, которая является источником требования. Лучше, когда от вас требуется, когда персона размытая. А идеал – это наличество и потребность. Так вот, если в одном случае, если человеку обратиться с требованием, даже того, что этому человеку и так хотелось, сам факт требования вызовет у него контрмеры, негативную реакцию. Пускай она будет незначительной, но она будет. Если человеку констатируют факт наличия потребности, понимаете, это прямо противоположное. В одном случае это агрессивное вторжение, в другом случае это нечто отсутствие, как чёрная дыра, которую нужно чем-то заткнуть, запомнить. И во втором случае это работает идеально, и человек хочет помочь, включиться. Притом, что на самом деле ничего не поменялось. Когда искусство управления стало осмыслять все эти категории, к тому моменту обычное искусство это делало уже на протяжении столетий. То есть искусство, естественно, рассчитано на то, чтобы получить в итоге совершенно конкретный эффект, произвести то или иное психологическо-эмоциональное действие. Более того, как мы уже выяснили, переделать нас самих. Одна из высших направлений. Вот сейчас только я пришёл сюда с встречи с Микаэлем Жанелем, с выдающимся современным композитором европейским, который, по сути, там говорил почти то же самое. О том, что каждое произведение искусства полностью меняет нас. Точнее, оно предоставляет нам такую возможность, я бы сказал, при необходимом вливании с нашей стороны нашего доверия ему и нашего желания вступить с произведением искусства в такую систему, такую игру отношений, в котором само произведение искусства поменяется, ибо мы на него проекции свои навесим. Но оно и применяет нас, потому что, когда мы будем навешивать целые проекции, на каждое произведение искусства нельзя навести их одинаковым образом. Это форма определенная. И оно переструктурируется на нашу субъектность. Разве это не управление изменения самого человека? И, конечно, идеальное управление – это когда человек сам хочет обмануться, сам хочет, если угодно, не обмануться, а измениться, и начнет функционировать так, как от него и требовалось изначально. То есть действие искусства ненавязчиво. И именно это и позволяет произведениям искусства влиять на протяжении столетий, в то время как решение какого-нибудь там политика, оно будет пригодно, ну в лучшем случае, ну вот, ну два. Мы не можем сейчас пользоваться максимумами какими-то политическими, которые были разработаны во времена древней. В то время как произведения искусства, даже начиная с пещеры Шуве, которой почти 40 тысяч лет, они пригодны до сих пор. Вот в чем дело. И то же самое можно сказать и о творчестве литературном, которым вы здесь занимаетесь. Хорошая книга не навязывает вам какую-то определенную точку зрения. Я уже говорил, навязывает вам ее басни или детская сказка, агитка политическая. Хорошая книга создает такой контекст, в котором у вас рождаются мысли. И вам кажется, что это ваши мысли. Но мысли это не ваши. Потому что если вы эту книгу не прочли, у вас бы этих мыслей не возникло. Хотя самих этих мыслей в этой книге нет. Это и есть показатель уровня произведения искусства. Потому что это просто форма, в центре которой отсутствует. Как это какое? Как наличествует потребность. В середине есть то, что в лакановском психоанализе называется объектом маленького А. Это точка выпадения из мира. И естественно, она требует того, чтобы ее чем-то заткнуть. И те мысли, которые мы проецируем на это произведение искусства, это, конечно, наши мысли. Но сама форма этого произведения искусства предполагает, чтобы они были организованы совершенно определенным образом. То же самое можно сказать и о других формах искусства. В прошлый раз мы это рассматривали на искусстве звуковом, то есть искусстве музыки. И я показывал, как звуковое искусство на самом деле связано и с зрительным восприятием. И только на этой неделе ознакомился с статьей Петера Этреша, тоже очень крупный современный композитор, в оперном жанре в том числе работающий. И он как раз писал об оперной режиссуре. Почему настолько сложно ставить оперу режиссеру в противоположность, допустим, театральному спектаклу? Потому что в одном случае он имеет дело с интерпретацией текста, а здесь есть не только текст, но уже решенная, по сути, виртуальные декорации, виртуальные костюмы, которые притворены в звуках, которыми композитор уже проинтерпретировал этот текст. И почему оперных постановок эффектных меньше интересных, чем театральных? Потому что здесь режиссеру приходится работать с двойной, с двойным текстом. По сути, ему, получается, приходится работать с уже как бы поставленной оперой. Та, которая уже вызывает определенные зрительные ассоциации. Уже поставленной пьесы. Но сегодня я бы хотел поговорить о чисто визуальном примерах и посмотреть, как дела обстоят с живописью. Как осуществляется управление нашим восприятием при помощи образа? Это может позволить нам сделать еще несколько шажков в сторону существенных выводов о том, как мы воспринимаем мир, как этот мир влияет на нас и как мы можем повлиять на него. Если говорить точнее, то понять, как функционирует контекстуальная форма коммуникации. Опосредованная коммуникация, а не прямая, выраженная в запросе в сборе. Для этого мы обратимся к полотну Бернарда Беллотта, выдающимся мастер ведутты 18 века. Это ученик и племянник знаменитого канаветта. А ведутта – это у нас очень деталированный архитектурный городской пейзаж. Работа называется «Вид над Рёздом» с правого берега на Львы, ниже. «Августус брюки» датируется 48-50 год. Находится это полотно в Национальной галерее Ирландии и оценивается в весьма впечатляющую сумму в 12 миллионов евро. Что в первую очередь бросается в глаза? Здесь почти с зашкаливающей детализацией. Точнейшая проработка архитектурных деталей, которая в ту эпоху фактически воспринималась как некий аналог того, что сейчас может сделать фотографию. С большой долей вероятности сей товарищ на самом деле для этого действительно использовал технические средства. Но если фотография появилась поздно, то на самом деле задолго до фотографии был известен эффект камеры обскура, который подробно писал ещё Леонардо да Винчи в своём трактате о живописи. Ну вот, собственно, архаичный вариант камеры обскура, где здесь помещение светлое, там оно резко затемняется, и через маленькую щель изображение перевёрнутым поступает на стену тёмного помещения. Все пропорции идеально сохраняются, безупречно. Но для живописи это было не столь пригодно, и в конце 17-го столетия Йоханнис Цан спроектировал специфическую камеру обскура, где было расположено зеркало под углом 45 градусов, которое переносило изображение туда, где художник мог его скопировать на листке бумаги. То есть листок бумаги маркировался на квадраты, и потом такими же квадратами переносился на холст с идеальным сохранением пропорций архитектурных объектов. То есть это делалось не на глаз, это делалось при помощи техники. Возможно, конечно, списать на то, что Бернардо Белотто считался при жизни подлинным мастером городского пейзажа и создавал сверхдеталированные изображения архитектурных объектов, так как пользовался технической диковинкой. Но на этом слишком легко было бы успокоиться. И я предполагаю взглянуть на эту картину повнимательнее, поподробнее, и, возможно, окажется, что это все совершенно не так, и что как раз его слава великого деталировщика, его слава проработки микродеталей зиждется совсем не на технических средствах. При взгляде на это огромное полотно, мы его вот в таком виде видим далеко не в полном объеме, оно около двух метров, то есть это большая очень картина. Если смотреть на подлинник, естественно, а не на проекцию, то там действительно первое впечатление – это шквал в микродетали. И кажется, что Белотто превосходит всех художников своего времени в этой самой деталировке. Но так ли это на самом деле, или художник лишь заставляет нас верить в это? Нам может показаться, что если мы будем прогуливаться по этой картине все дальше и дальше, приближаясь к мосту, то мы сможем рассмотреть костюмы тех, кто населяет этот самый город, кто прохаживаются по мосту. И повторюсь, если обратиться к оригинальным работам Белотто, это не кажется полетом фантазии. Нам действительно кажется, что чем ближе мы подойдем к картине, тем больше мы сможем разглядеть буквально там каждую пуговицу на концов. Но на самом деле, когда мы приближаемся к этой картине, мы видим совсем не детали, не микродетали, мы видим нечто вот такое. То есть если вплотную рассматривать эту картину, то окажется, что там не просто на мосту нет никаких людей, а там просто пятна краски, которые даже не организованы в человеческом фигуре. Это просто пятна краски. Хотя еще на прошлом изображении казалось, что это не так. Я приблизил, да, насколько это возможно при таком разрешении. Если бы вы встретили эти отдельные пятна, а вне этого холста вам бы никогда в голову не пришло, что за этим вообще может крыться какая-то человеческая фигура. Это просто пятна, которые есть в видеогон, вот на полу, на плитке и так далее. И Белотто таким образом обманывает нас, да, он демонстрирует нам эффект от техники, который на самом деле не обладает, или по крайней мере, который решил не делиться в этом конкретном половине. Но значит ли это, что Белотто был плохим художником? Нет, это крайне маловероятно. Если бы Белотто хотел лишь сэкономить время свое, он бы не стал прорабатывать лишь самый последний пласт картины, то есть людей на мосту. Ну да, он думает, что картина висит высоко, такие картины вешались, как правило, над дверным проемом во дворцах, и расстояние было на стороне художника, а не на стороне зрителя, потому что с такой высоты, конечно, вы детали не рассмотрите. Но если бы Белотто действительно просто хотел сэкономить свое время, он бы не проработал лишь последний пласт картины. Но если мы начнем разбираться и просматривать пласт за пластом второй, и даже первый пласт, то окажется, что там деталировка такая же, то есть ее нет. Эта фигура, например, на лодке скорее похожа на шахматного коня при приближении. Не навек ли это на того самого коня, о котором мы сегодня с вами говорили, который ходил как бы поперек шахматной доски? И даже на самом первом плане человеческие лица проработаны очень небрежно. То есть это сделано сознательно. Но с какой целью? Зачем художнику портить свою репутацию выдающегося мастера пейзажей, городских пейзажей, то есть заполненных людскими фигурами и создавать такого рода изображения. На самом деле это свидетельствует о том, что Белотто был не просто мастером, он был гениальным живописцем, он абсолютно понимал, что он делал. Живописец Белотто свидетельствует о том, что у нас, в нашем восприятии существуют определенного рода паттерны, образы, модели, из которых мы и воспринимаем окружающую нас реальность. То есть он играет с теми механизмами восприятия, которые лежат в основании восприятия каждого отдельного человека и делает ставку на них, а не на то, как оно, казалось бы, должно работать. Как мы полагаем, что мы воспринимаем мир? Двумя способами мы можем предположить, что либо от частного к общему, когда мы отдельные детали соединяем в некий готовый развернутый образ. Либо от общего к частному, все более и более всматриваясь и деталируя то, на что мы смотрим. Но на самом деле неправда и не то, и не другое. Мы воспринимаем мир через контуры видимого, сопоставляя их с базовыми партнами. То есть по типу того, как это происходит при сравнении фотографии человека с базой данных или как этим пользуются программы распознавания лиц. Именно поэтому вы можете с определенного расстояния и при недостаточной освещенности принять куст за хищника или какой-то столб за скрывающегося там преступника. Потому что мы сопоставляем с тем набором паттернов, которые у нас есть, и если это в той или иной степени похоже, мы видим не то, что есть, а мы видим паттерн, вписанный туда. Нужны лишь, чтобы совпали основные точки, не нужно, чтобы полностью лицо совпадало. Понимаете? Все остальное достроит наше сознание или компьютерная программа, как в случае с системой распознавания лиц, а самостоятельно. Но к таким выводам о нашем восприятии приходят ученые лишь во второй половине 20-го века, а по большому счету начали это серьезно изучать лишь на рубеже 20-го, 21-го, в то время, как Белонто пользуется именно этой техникой еще в 18-м столетии. Белонто понимает, что совершенно излишне прорабатывать все эти фигуры, потому что картина, как я уже сказал, будет висеть высоко, но он понимает и еще больше. Если он проработает все эти лица, они будут восприниматься не так же деталированно, как если он их не будет прорабатывать. Вот в чем дело. То есть художник вступает с воспринимающим сознанием в сложную игру отношений. Он намечает компуры, он обозначает то, что мы могли бы принять за человеческие фигуры. Почему нам на мосту казалось, что могут стоять человеческие фигуры? Да потому что сами по себе архитектурные постройки проработаны с фантастической точностью. Они проработаны, то есть если смотреть белотовские оригиналы, они проработаны фактически на уровне фотографии. Фантастическое владение передачей мелких деталей архитектурных сооружений, их объемов, светотений и так далее. И нам кажется, что если на мосту стоят какие-то точки, мы привыкли, что в отдалении если мы видим на мосту точки, это люди. Срабатывают необходимые паттерны, и я не удивлюсь в том, что когда эту картину рассматривали в 18 веке, люди находили там своих знакомых, а может быть даже самого себя, изображенных на этом полотне, при том, что там нет ничего, кроме пятен, краски. Художник был не просто художником, он был психологом или, если угодно, волшебником. Он создает не картину, не фотографию, не передача просто некого ландшафта. Это подлинная магия искусства, которая заставляет нас проецировать свои представления, свой опыт о реальности сюда и возвращает его же нам назад. И, естественно, каждый думает, что какой выдающийся художник это нарисовал, насколько это детально, в то время, как художник, по сути, своих сообщников выбирает публику. Публика достраивает за него то, что он делает не стал сознательным. Он включает нас во взаимодействие с полотном. Вот оно управление в его идеальной форме. Заметьте, я говорю, управление, а не манипуляция. Это разные вещи. То, что обычно подразумевается по слову управление, это манипуляция. Вот это управление, когда нас включают помимо нашей воли в какой-то процесс, который меняет нас. Вот это управление. Именно на этом и основано искусство как таковое искусство живописи. В частности, он работает не с красками, он работает не с образами, он работает с тем, что лежит по ту сторону и того, и другого. С наиболее глубинными уровнями нашего восприятия, потому что картина рассчитана на человека. И заметьте, далеко не факт, что глаз другого существа сможет принять двумерное изображение, выступающее, потому что, простите, масляная краска, она объем имеет, за трехмерное окно. Что это? За окно в мир иной это мы можем принять, только потому что картины ориентированы на наше восприятие психологическое. Ничего общего между городским пейзажем настоящим и вот этим холстом, который заполнен в двумерном пространстве красками, на самом деле нет. Нам хочется в это верить и мы вступаем в эту игру отношения. Управление это тогда, когда вы заставляете человека поверить в то, что именно он хочет это, а не вы ему это навязываете. Другой пример приведу. На этот раз не из области живописи, а из области того, что в XVIII веке, правда в уже второй половине, именовался властятром теней. Это нечто вроде архаичной формы кинематографа. Кинематографа ужасом прежде всего. Самой Франции конца XVIII века это именовалось туманными картинами. И создатель самых известных туманных картин это у нас Этьен Гаспар Аггерсон и его знаменитая фантасмагория, которая владела умами парижан последние годы. XVIII столетия. Это бельгийский изобретатель, физик, шоумен, который тоже великолепно понимал, как функционирует наше восприятие и умел этим великолепнейшим образом пользоваться. Что было в этих самых туманных картинах? Ну, во-первых, было идеально выбрано время, вечернее время после захода солнца. Место еще лучше. Полуразрушенная чистовня старого монастыря капуцинов на Бандомской площади в Париже. То есть сам по себе антураж великолепно подобран. А человек, входящий в это место, уже погружался в некую причудливую атмосферу, нетипичную для его вытянной жизни. И дальше все было вовно. Подсвеченные ему лежи полупрозрачные экраны, на которые транслировались изображения духов, демонов, смерти с косой. Мастерски использовался свет, двигающиеся свечи на колесиках. Причем бесшумно двигающиеся. В полном объеме использовались жалюзи. Перекраска цветовая, цветовые модуляции с подменой цветных стекол, через которые окрашивались все эти экспонаты его. И задымление. Активнейше использовались звуковые эффекты, в том числе весь набор вороченного театра. Машина для производства шума ветра, машина для производства шума грома и так далее. И вместе это производило на публику феноменальный эффект. Зачитаю вам один из фрагментов. Цитата очевидца присутствующего на одной из первых на Тосмоголь. Стояла мертвая тишина, страшно было даже шептать. Все с трепетом ожидали призраков, которые должны были восстать из могил. Неожиданно тягостное ожидание прерывается с завыванием штормового ветра. Все трепещет от ужаса. Глухи пробуждаются. Конец цитаты. Вот так он мастерски развлекал публику. По сути с полным правом это можно назвать прямой предтечей кинематографа ужаса, потому что он делает то же самое. Что он делает? Робертсон не показывал публике самих монстров. Он старался от этого максимально далеко уйти. Он показывал публике намного меньше, чем она ожидала, но показывал это мимолетно. Все менялось, все мутировало. Человек никогда не мог сказать с определенностью, как это изображено на гравюрах того времени, что вот это летающий череп, а там какой-то демон. Нет, вживую это происходило по-другому. Все постоянно трансформировалось, мутировало. Лишь намеки. Он создавал гнидущее ощущение саспенца того, что сейчас что-то зловещее должно произойти. И все остальное за него делала публика. Потому что, если мы видим мало, то все остальное достроит наше воображение. И самый страшный монстр, конечно, это отсутствие монстра. Потому что, понимаете, каждый человек боится разных вещей. Если вы покажете какого-то вполне конкретного воплощенного монстра, может быть, кого-то вы испугаете. Но это будет минимальный процент людей. Если вы не покажете ничего, но создадите эффект присутствия чего-то страшного, то испугаются все. Потому что каждый будет бояться чего-то своего. Вот на что на самом деле рассчитано подлинное искусство. Почему фантасмагорию Робертсона можно считать в полном смысле слову произведением искусства? Это не просто шоу-бизнес. Это подлинное произведение искусства, глубоко психологичное. И надо сказать, что его изобретения были по достоинству оценены в кинематографе, в жанре хоррора. И лучшие хорроры не те, которые пользуются примитивным буй-эффектом. Да, буй-эффект он один раз работает. Что-то выскочает. Ну, может быть, вы механистически отдернетесь, но это не страшно. Это инстинктивная реакция, когда что-то мгновенно изменяется в окружающей нас реальность. Это не страшно. Страшно это, когда нагнетается такая атмосфера, в которой вы начинаете бояться не того, что показывают, отчего-то своего. Вот это страшно. И это произведение искусства. Этим как раз прекрасно пользовался товарищ Робертсон. Почему это так работает? А работает это так по той простой причине, что на самом деле только подобная форма ориентации на паттерны и прежде всего на паттерны опасной для нас позволяет сохранить нам жизнь в дикой природе. Но представьте себе ситуацию. Если вы из всей картинки будете разглядывать вот красивая пальма, вот птичка поет, вот полоска, еще полоска, еще коготь, большой коготь, пока вы эти когти соберете в того тигра, который на вас прыгнул, вас уже не будет. И вы свой тлетворный ген не передадите потомству, соответственно, поэтому у остальной части населения это сформируется по-другому представление о реальности. Если вы, наоборот, будете видеть все в общем, то вы хищника тоже не заметите, что его оттуда выделить надо. Если вы будете его разлагать на полоски этого тигра, они увидят сразу тигра, он тоже у вас съест. Но если вы при первой же опасности в образе чего-то полосатого увидите тигра, то вы успеете от него убежать. Даже если это был не тигр. И все равно, был это тигр или нет, вы живы остались. Вот на что бьют архаичные паттерны. Паттернов не должно быть очень много. Они рассчитаны на оперативную работу. Это как горячие головешек нашего восприятия, которые срабатывают мгновенно и позволяют это сохранить вам жизнь в диких условиях. Представьте себе следующую ситуацию. Вы идете вечером домой и видите, как трясется куст. Вам кажется, что там зверь. Или не знаю, сейчас человек скорее монстром можно испугать. Или там вы смотрите на стол, как я приводил уже вам пример. Вам кажется, что убийца занесен ножом. В любом случае, несмотря на то, что это может быть обман вашего зрения, а может быть, это так и есть. Почему? Ведь это же может быть правдой. Но в любом случае, если вы обойдете это место за километр стороной, вы живы останетесь. А если пойдете там на свой страх и риск, да, может быть вы подойдете ближе к этому кусту и увидите, что там птица в нем сидит, в этом он трясется. А подойдете ближе к столбу и увидите, что это всего лишь стол электропередач. Но а если это правда окажется убийца, а если правда за этим кустом сидит какое-то чудовище. Но в дикой природе в общем-то это нормально. Не будем забывать о том, что такие вещи формируются тысячелетиями. А городская культура молодая. И естественно сформировались эти паттерны путем вот такого жесткого отбора. Те, кто предвосхищали некие ужасающие события, те остались живы. а те, кто их не предвосхищали, с большой долей вероятности живыми не остались. Именно так у нас формируются внутренние паттерны. С большой опять же долей вероятности я готов утверждать, что подавляющее большинство ориентировано на агрессию, на негативные составляющие окружающего нас вверх, потому что они рассчитаны на то, чтобы спасти нам жизнь. но шло время и количество этих паттернов увеличилось. Эти паттерны появлялись и культура обусловленная. В следующий раз мы поговорим именно о них. И приведу вам в качестве примера интересный такой случай. Это еврейский камень так называемый. Его иногда называют еще ируническим камнем. это на самом деле всего лишь пищий гранит. Именуют же его или еврейским, или ируническим в зависимости от того, на что похожи те графены, которые его составляют. Такого рода камни находились в России, на Урале, что в свое время повлияло на исторические представления о том, что вероятно Урал населяли иудеи когда-то. Потому что в этих камнях удалось не только разглядеть совершенно конкретные буквы иврита, но и даже составить отдельные слова. Это может быть на арабскую глязь, да, похоже. Но ответ был дан в 20-м столетии, в 30-е годы, академикам Ферсмана, который предложил эти камни распилить. И показал, что не существует таких технологий, чтобы это не выдолбить, а продолбить насквозь весь камень. То есть, это всего лишь естественная форма кристаллизации этого минерала. и тем не менее мы готовы были проецировать на него те образы, к которым привыкли. То есть, даже слова какие-то там разбирали. Понимаете? То есть, мы проецируем вовне то, что наполняет наш культурный ряд ассоциативный первичный. То же самое, такая же аналогичная история есть с руминным камнем, правда, не пищем гранита, а просто обычного камня. Был найден камень в Европе, который долгое время пытались и так, и сяк расшифровать. Руны там были очень странные. И вот приходит озарение от одного уважаемого ученого, который расшифровал высеченные на камне руны как гимн Ваславу Одину. Эта расшифровка была напечатана в научных изданиях. и имела большой резонанс и достаточно широкое распространение хождений. Однако, спустя определенное количество времени выяснилось, что эта расшифровка не имеет под собой никаких оснований, потому что в дело вступило естественное научное знание. И геологи доказали, что это не рунный камень, это естественное растрескивание камня как такового. То есть эти руны никто никогда не наносил. Опять же, так как руны являются частью алфавита, древнего алфавита Европы, ученым, которые занимались рунами, было естественно спроецировать их на в общем-то обычный камень, который рука человека никогда не касалась. Там было естественное выветривание, естественные трещины, которые покрыли этот камень. Почему так происходит? Я вам дам ответ в следующий раз, потому что к этому придется далеко идти, к этому нужно серьезно подготовиться, но вопрос на самом деле непраздный. То есть оказывается, что наше восприятие оно не непосредственно. А здесь и лежит ответ на вопрос «А как на нас влияет произведение искусства?» А произведение искусства это чистая форма, которая устанавливает определенные отношения между нами и тем миром, который мы воспринимаем. От смещения минимального нашего ракурса в отношении воспринимаемого нами мира а мы воспринимаем его по-другому. То есть в одном случае мы увидим в трясущемся густе густ, а в другом случае речника. А в третьем случае какое-нибудь чудовище, покемон, еще какое-нибудь. Но получается в каком-то смысле произведение искусства лезет в саму нашу прошивку, самую первичную, самую глубинную прошивку, о которой мы даже не догадываемся. То есть мы просто надстройком, то есть то, что мы называем своим ядом, всего лишь надстройком этой глубинной проживки, которая функционирует сама по себе. Произведение искусства позволяет ее перекодировать. А так как произведение искусства мы можем выбирать сознательно, то мы можем влиять на тот пласт нас, на который мы своим сознанием повлиять не можем. Можно сколько угодно человека пытаться убедить, что он не горох, но он будет бояться тех птиц, которые едят горох. А можно всего лишь изменить, сместить его точку отсчета на них. Понимаете? И от страха исчезнет. Может, сколько угодно бороться человеку со страхом темноты или арахнофобии. Это бессмысленно объяснять человеку, боящемуся пауков, то, что пауки не опасны. Это глупо. Это не подействует никак. А вот если сместить его точку восприятия, то вполне возможно, что и сам страх оттадет. Собственно, этим и занимается психоанализ, как одна из форм очень тесно сопряженных на самом деле с произведением искусства. И неудивительно, что первые же психоаналитики, то есть я имею в виду школу Фрейда, когда из психиатрии выделился именно психоанализ, такое значение придавали в том числе и анализу произведения искусства. Что касательно эмоциональной нашей жизни, то вероятно там тоже есть аналогичные паттерны. Это легко проверить на примере такого музыкального направления, как минимализм. Он был распространен активно в 60-е и 70-е годы 20-го века, постминималистские тенденции есть и по сей день. Что собственно делали эти авторы? Они брали некий музыкальный паттерн, то есть некую музыкальную фразу и повторяли ее огромное количество раз. И вот в чем интерес. Нам кажется, что музыкальная фраза некая, не будет вызывать у нас совершенно определенную эмоцию. Да, может в каждом из нас немножко различную, ввиду того, что мы будем проецировать не совсем одно и то же. Хотя на самом деле в подобряющей большинстве проецируем все одно и то же. Наш коллективный опыт несоизмеримо больше, чем наш индивидуальный опыт. На самом деле. Так и вот. Но композиторам минималистам удалось показать, что при первом прослушивании этого мотива вы будете испытывать одну эмоцию, вступать в одно отношение с этим мотивом, в десятом прослушивании в другое, и при стотысячном прослушивании в третье. Произведения минималистов длились огромное количество времени, и там фактически ничего не менялось. Им удалось показать, что эмоция, которую мы проецируем на произведение искусства, не в произведении искусства. Оно лишь создает контекст, на который мы переносим то, с чем пришли. И приписываем автору то, что на самом деле созидаем сами. То есть каждый является в каком-то смысле соавтором того, что мы получаем на выходе. Другое дело, что понятно, что мы не можем сами проработать столь глубинный уровень нашего восприятия, а творцы это могут. В общем-то в этом их профессия заключается. И использование наших паттернов глубинных аналогичным образом есть далеко не только в искусстве. Только искусство, если их используют для управления в самом широком понимании этого слова, то в медиа или прессе это используется для манипулирования. Ну, в рекламе в частности. Как много людей из тех, которые смотрят рекламу, например, понимают, что врач, который рекомендует то или иное лекарство, это просто одетый в халат актер. Понимаете? Если вы пойдете просто общаться с обычными людьми, то вы выясните, что для многих из них это будет откровение. как нисхождение святого духа. Понимаете? Или утверждение о том, что тот или иной товар является лучше по мнению какого-нибудь журнала. И человек никогда не полезет проверять вообще такой журнал в принципе существует. Какие рейтинги у него? Он вообще хоть в Википедии хотя бы есть. Понимаете? Вот в чем дело. То есть есть манипуляция. манипуляция это примитивно очень уровень. Почему? Потому что манипуляция предполагает почти прямое действие. У него вот этот ход вбок он очень незначительен. И манипуляции если понять как она работает от нее легко ускользать. Вы можете просто мучиться от нее ускользать. Это не трудно. Да это не стопроцентно иногда могут придумывать новый метод манипуляции но первый раз возможно вы на него поведетесь. Но только один раз. А искусство стоит на стезях управления а ускользнуть от управления невозможно. Мы можем лишь предпочесть ту форму управления или иную форму управления. Спор еще шел с Древней Греции какая форма государства лучше. демократия монархия олигархия и так далее. Мы не можем отказаться вовсе от какой бы то ни было формы. Она в любом случае сложится в какую-то то есть анархическая форма она лишь предполагает расчистку пространства для чего-то другого. Но что-то такое с необходимостью сложится. Потому что если мы думаем что анархия будет поддерживаться сама собой нет для этого это весьма ресурсозатратное мероприятие чтобы поддерживать анархию в обществе. То же самое происходит и в произведениях искусства. Если манипуляция это то от чего мы можем отказаться нет спасибо мы это знаем мы в этом разбираемся то произведения искусства влияют на нас даже если мы понимаем то как они на нас влияют. Вот в чем дело. Если кто-нибудь выберется в какой-то хороший музей где висят полотна Белотта и Белотта и Каналетта есть даже в Эрмитаже то есть есть и в России то вы поймете что даже если вы понимаете механику как это устроено оно все равно на вас действует. Здесь нельзя ограничиться лишь пониманием. в следующий раз я бы хотел поговорить о весьма интересных вещах вещах с которыми я сейчас работаю как раз в своей новой книге это вещи будут связаны с нашим восприятием на основании этих самых паттернов я продемонстрирую во-первых их напрямую то есть тогда когда мы можем исключить человеческую волю мы можем всегда сказать что на полотнах Белотта эти пятна являются точным аналогом того что мы бы видели с определенного расстояния и что это точно схваченный образ художника да мы можем так сказать но для того чтобы вы так не сказали я предложу вашему взгляду то к чему рука человека по сути не придрагивалась это спилы кормили спилы пейзажной яшмы спилы агатов всевозможных более того предполагаю принести сам образец один из оригиналов чтобы вы посмотрели как это действительно выглядит живой потому что проект у нас ну что по есть и я попытаюсь вас привести к идее осознание того как можно выделить эти внутренние паттерны они неоднородные они неодинаковые и на самом деле именно на них изиждется наше обучение в принципе и наша концепция на которой держится человеческое сообщество идея левитизма идея подорожания как такового был такой есть выдающийся ученый Джако Морицалатти он открыл зеркальные героны считается что это величайшее открытие на рубеже 20-21 века совершенное одно из величайших в принципе в истории науки его книга одна переведена на русский язык она называется зеркала в мозге и как раз Рицалатти показывает совершенно фантастическую вещь дело в том что все что мы видим мы сразу же переносим на себя если вы смотрите балет то ваш мозг совершает те же самые телодвижения вашими руками и ногами просто одновременно включается стоп-сигнал этого не делать но будут если анализировать работу в этот момент вашего мозга если перед вами человек поднимает руку то у вас активируются те отделы мозга которые отвечают за то чтобы вы сами подняли руку другое дело что добавляется еще в себя одно качество блокирующее само это действие как таковое и в общем-то то что я рассматриваю на примере паттерна восприятия очень близко к тому что делает Рицалатти другое дело что он занимается почной наукой он занимается наукой о человеке анализирующем как функционирует наш мозг на физическом уровне в то время как меня интересует конечно проблема произведения искусства как оно может на нас повлиять понимаете это очень интересно это мы привыкли к произведениям искусства и нам кажется что это что-то само собой разумеющееся но это совершенно не так почему когда вы читаете роман вы например сопереживаете персонажа вы их не знаете более того вы знаете что их придумали более того вы знаете что каждый из этих фрагментов можно перечитать читать в другой последовательности и так далее не дочитать книгу или когда вы там слушаете музыкальное произведение почему вы погружаетесь в ту эмоциональную сферу которую она вам предоставляет ведь это всего лишь звук это физический феномен которым занимается акустика он никак на вас по влиять не может и тем не менее а музыка становится сопряженной у нас с эмоциями отчасти с визуальным рядом прежде всего с эмоциями но эмоции сами по себе с звуком никак не сопряжены так же как с какой стати нам сопереживать персонажем кинофильма литературного произведения или сценического драмы однако мы включаемся в этот потому что эта игра предшествует нам то есть это та игра которая изначально организовывала наше общество через ритуалы через табу через систему архаичной социализации и она выполняет ее по сей день то есть на самом деле коллективного у нас несоизмеримо больше чем антиритуал и вот что парадоксально искусство созидает опосредованно наше коллективное я почему потому что даже вот казалось бы вещи никак с искусством не связаны вот этот стол вот эти стулья вот это помещение но простите это помещение этот стол эти стулья выглядят так как они стали выглядеть в конце 20 века понимаете все было бы по-другому оформлено было бы по-другому а если бы мы к другой эпохе перешли то есть сам наш быт является неким результатом действия тех или иных стилей в области искусства то есть сначала искусство потом это распространяется на дизайн на все то есть мы включены в ту игру которую мы не замечаем мы полностью погружены в произведении искусства как таковое знаете и конечно поэтому оно и влияет в такой большой степени на нас чем в большей степени оно остается незамеченным тем в большей степени оно влияет но вырваться то в общем-то некуда из этой игры но вот что парадоксально включаясь в эту игру и через искусство приобщаясь к массовому субъекту вступая в социальные отношения можно с таким же успехом через опять же произведение искусства выйти за пределы этого массового субъекта то есть искусство с одной стороны создает в ней индивидуальное я это тот набор который в общем-то вы проходили в вузе до этого в школе и так далее тот набор знаковых имен тот набор медийных имен который транслируется по телевидению который вы узнаете это то что создает массового субъекта но обратившись опять же к произведениям искусства в их нетипичной форме вы набираете по крупицам себя то есть вы ими меняете свой взгляд на мир и выходите за пределы этого же самого массового субъекта опять же через искусство то есть искусство может вас деиндивидуализировать полностью очевидно это первичная функция созидания социума как такового но искусство же может дать вам шанс полностью индивидуализироваться потому что на данный момент произведение искусства с точки зрения человеческой жизни неограниченное количество то есть в какой бы сфере вы искусство не обратились вы не сможете за всю жизнь контактировать с каждым из произведений искусства ныне созданных их слишком много это значит ваш контакт в той или иной степени будет индивидуальным что переграивает вас и делает несколько отличным от остальных 7,7 миллиардов человечков живущих на нашей планете вот в чем дело и в завершение просто помню вам пример еще один может быть так станет чуть-чуть понятнее о чем я в общем-то вам читаю лекции это явление называется параллакс или слабой жижик видный философ современных культуролог определил это как параллаксное видение вообще параллакс физический он связан с чем он связан со смещением образа предмета относительно угла его восприятия например если вы поставите вот пальцы вот так на стол да и посмотрите с обратной стороны то на руку это будет мало похоже или например еще страшнее если вы увидите вот эти часы или вот стакан с водой одновременно со всех сторон то вы его не узнаете вы его не видите сразу со всех его возможных сторон и от того как перемещается предмет например ну вот если вы увидите там ручку в таком срезе не факт что вы догадаетесь что это она тут некое кольцо колесо и о чем в общем-то говорит жижик жижик говорит о прыжке в некую идею произведение искусства представляет этот самый прыжок то есть когда мы смотрим на него извне когда мы еще не вступили с ним в коммуникацию оно нам может казаться таким-то и мир вокруг таким-то но когда мы уже погружаемся в эту идею когда мы вступили в контакт с этим произведением искусства происходит параллаксное смещение и все меняется все меняется примерно то же самое как человек один допустим стоит на религиозных основаниях другой на атеистических и казалось бы если человек был атеистом потом стал верующим долго был верующим потом опять стал атеистом он может сказать я знаю что такое быть атеистом я знаю что такое быть верующим я вот выбрал это не доказательство не разу Так же, как если мы наоборот скажем, сначала был верующий, потом стало 300, потом опять верующий. Нет, это ход только в одну сторону. Когда мы находимся внутри одной идеи ценностей, весь мир выглядит определенным образом. Когда мы находимся в другой системе ценностей, совершенно по-другому. И если мы оттуда опять вырываемся в ту же самую систему ценностей, у нас нет критерия для сравнения обеих из них. Потому что каждое произведение искусства, каждое мировоззрение претендует на всеобщность. Поэтому сравнивать мир с миром нельзя. Чтобы сравнивать один мир с другим, нужно иметь третью точку, которая не существует. И если вы на полном серьезе уверены, что вы можете сравнить одно и другое, значит вы стоите в какой-то точке, совершенно конкретной, о которой даже не догадываетесь. То есть вы уже сделали выбор. В одну или в другую сторону. Учитывая тот факт, что Славой Жижик достаточно активно политизирован, то он это приводит на примере правых и левых. То есть понимаете, проблема не в том, что есть правые и есть левые. То же самое в искусстве конфликта нонконформисты и консерваторы. Нет, проблема не в этом. А проблема в том, что деление на правых и левых, исходя из идеологии левых, происходит не по тем же критериям и не там же, где оно происходит со стороны правых. Вот в чем дело. Это не две половинки единого целого. Это два разных мира, которые вместе не единой точки соприкосновения. Вот в чем дело. Понимаете? И когда мы контактируем с каждым из произведений искусства, мы как с головой ныряем, окунаемся в этот новый мир. Если мы это замечаем, это хорошо. Но, как я уже говорил на первой лекции, это здорово, это уникально, но это небезопасно. Потому что, когда мы уже вступили в контакт, то разведить назад не получится. И тот человек, конечно, который сначала был верующим, потом стал датылистом, потом снова стал верующим, он не стал таким же верующим, как был изначально. Он попал в третью какую-то иную позицию, которой никакого ему права сравнивать первые две не дают. Потому что она такая же инаковая, как каждая из предшествующих двух. Вот в чем дело. Вот такая у меня на сегодня была запланирована программа. Тогда в следующий раз мы с вами смотрим камни. Будет обильная презентация. Я надеюсь, что я принесу один из образцов сам по себе, да, могу посмотреть вам. Есть вопросы какие-нибудь? Все понятно? Или, наоборот, ничего не понятно? Будем считать, что молчание. Да, что все понятно. И для тех, кто на какой-то из лекций не был, скажу, что я их не только загрузил уже все лекции на YouTube свой канал, но я их залил теперь и в ВК. Поэтому, если кому-то удобнее смотреть ВК, то можете посмотреть там. Более того, в ВК я залил и аудиоверсии. Вот здесь сегодня это не совсем корректно, да, смотреть, все-таки я картины показывал. Хотя проще, на самом деле, ее набрать в интернете, да, и посмотреть ее в хорошем разрешении. Хотя не нужно тут радоваться. Если вы просто набьете ее название в гугле, то, скорее всего, вам вывалится с десяток других картин и талантов. Потому что есть много версий и совсем не похожих на это. Но предшествующие три лекции спокойно аудиоверсии можно слушать. Они тоже есть у ВК, у меня на страничке. Ладно тогда до следующего раза. Всех благ. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok